всем привет всем хорошего дня наконец мне выдалось выйти на улицу удалось прогуляться на улице очень душно но чтоб понимали как меняется средиземноморская погода она меняется просто по щелчку если утром было жарко прям невыносимо душно 32 градуса показывал градусник причем по прогнозу никаких дождей не было не предвещало ничего чтобы дождь по итогу час назад просто полил ливень гроза вы до сих пор там гром слышно может быть сейчас еще раз полет я вышел тут все мокро я вышел в лес пройтись думал здесь будет посвежая потому что идешь по городу 8 душно здесь на самом деле ничуть не свежая тоже душно но пахнет подскользнулся но пахнет свежее чем внутри пахнет лесом таким мокрым лесом мне очень нравится мы вышли опять на этот на эту набережную на обрыв возле нудистского пляжа соседа гром пахнет кстати знаете чем вот с шишками орехов мокрыми потому что здесь вот эти вот закаты лиственные деревья называется так лиственные правильно никого нет все убежали в воде купаются людей как красиво вдаль просто как красиво то вот так вот почти стерты так растушеваны границы мне кажется там видно что дождик идет растушеваны границы между морем и небом но выглядит очень красиво мне очень нравится цвета такие прям приглушенные ну очень красиво вчера записывал видео хотел выложить нужно отредактировать его выложить на тему переезда в испанию рассказывал как я сюда забрался кстати уже заметно рассвет позже сегодня в 6 30 утра прям очень было темно немножко уже даже непривычно немножко грустно потому что зима впереди темнеть будет раньше светлеть будет позже в октябре в последние молния суркнула последние воскресенье субботу октября по моему часы переведем на час вперед так получается с у нас сейчас или назад если у вас сейчас например 10 утра то у нас будет 9 утра да на час назад получается мы переведем вот испания переводит часы слушайте но народ то есть такт на пляже плавают даже в воде здесь кстати вот стоишь на обрыве дует такой приятный легкий ветерок он причем не сильный он не леденящий но он очень приятно очень комфортно здесь просто постоять чтобы остудиться охладиться очень приятно ну не знаю мне очень комфортно здесь постоять подышать свежим лесным воздухом я не знаю мне очень нравится я вчера читал новости испанские в общем ничего хорошего я сегодня кстати ушел в отпуск на неделю поэтому думаю что youtube наполнится контентом новыми видосиками вот сегодня кстати совсем скоро уже приедут гости поэтому я пойду встречать еще нужно приготовить еды для гостей в общем короче эта неделя будет точно яркой запоминающийся вот и солнечная думаю поэтому она кстати мы же купили билеты и мы поедем на винодельню я не знаю как правильно винодельня наверное по-испански она называется bodega это фабрика наверное как винодельня где делают каву каводельня наверно так правильно сказать старейшая здесь в испании она первая кто начала производить каву ей там уже около 500 лет чуть меньше там 480 не помню точную цифру кардинил называется это винодельня вот поэтому обязательно следите мы во вторник поедем я обязательно все поснимаю производство вообще что это такое как там происходит как делают каву мы с вами узнаем посмотрим мне кажется это очень интересный процесс кстати тут пока шел по лесу дошел до другого пляжа он вот находится за моей спиной санта кристина называется если идти здесь то тут как бы побыстрее но например здесь я имею ввиду по лесу найти вот здесь можно идти вот тут есть такой резкий резкий спуск лестница вниз по ней можно спуститься висят знаки что опасно обвал опасно вот и она туда вниз короче вела очень очень крутая лестница вот здесь я по ней спускался поднимался несколько раз в прошлом году в этом не довелось и вообще вот и туда можно было попасть как раз на вот санта кристина отсюда но если идти вот в обход вот там то будешь идти очень долго но если честно в сезон то конечно здесь народу очень много смысле что на этом пляже что на любом другом поэтому смысл идти например сюда по живописности он как все пляжи в леоретти в леоретти все красивые но центральный может быть менее живописный потому что он тут центральный пляж но тем не менее там тоже красивые места где можно полежать отдыхать вот ну дождь видите выгнал всех все разбежались там остались единицы кто смелый загорает отдыхает потом находится церковь санта кристины там находится башня сам все время забываю как это башня называется но у меня есть видео оттуда мы там уже были снимал видео мы пускали шарики в небо вот на моем канале выводы на видео туда можно посмотреть оттуда открывается вид на соседний город на бланас ну и вообще в принципе там очень красиво очень очень красиво вот там вдалеке корабль где мы память ну вы видите короче собственно нужно пойти назад нечего в лесу вот променад будет еще дождь или нет видите погода просто вот полил дождь и уже распогодилась вон там все проходит тучи все расходятся ну как бы вопрос на средиземноморская погода она реально вот так а летом особенно когда смотришь на погоду и видишь не знаю там 50 вероятность осадков 50 процентов не факт что будет дождь вообще не факт короче даже стопроцентная вероятность осадков не дает гарантии что будет дождь абсолютно никакой поэтому поэтому нужно просто смотреть в окно и понимать какая погода там на улице сейчас очень душно конечно не знаю может еще пройдет дождик я-то конечно рад дождем но пахнет деревянно просто просто очень вкусно смотри какое море просто чистейшее пока в гору поднимешься она просто чистейшее она смотрите какой цвет очень красивый хотя в солнечную погоду она мне кажется более бирюзовая сейчас из-за туч он такой немножечко темноватая здесь находится санта-кристина сады санта-клатильда санта-клатильда сады там будут уступать бонем надо посмотреть все остались билеты или нет потому что я все так хотел хотел в итоге не знаю ничего не купил еще под вопросом все остались ли билеты не знаю нужно посмотреть это спуск идет на тоже очень не рисковать есть спускаться ну и все я пока ходила ветерок топал уже больше ничего не дует прекрасно прекрасно один прохаживаться люди ходят вот здесь был пенек вот здесь лежал пенек можно было присесть и отдохнуть а теперь даже не присядешь на пенек и не отдохнешь это дерево упало знаю еще дома же надо убраться гости приедут ну как бы я убирался когда в субботу ну неделя прошла надо же еще убраться кстати вот это приложение которое установил не помню рассказывал или нет я установил приложение для поливки цветов она мне теперь напоминает вчера там как бы ты фотографируешь цветы он определяет что за цветок и пишет когда нужно поливать его ты знаешь что упалил в субботу а мне вчера уже присылает оповещение везде где только можно на часы на телефон о том что не забудьте полить не забудьте полить и вот он пока до тех пор пока я нет не нажал кнопку что я полил этот цветок он мне каждый час прислал уведомление напоминал напоминал короче хорошее приложение plant in называется мне понравилось все мы с вами что я забываю поливать это ночью и напоминает надеюсь на этот раз я не загублю цветы не погибло пахнет вкусно свежесть я не могу надо конечно идти домой уже жарко люди люди пошел дождь просто ливень он стеной полил дождь люди как бассейне были где мы решили какая разница что в бассейне мокрые что выйдут мокрые и в итоге в бассейне остались плавали так и плавали а я собирался бы мы пойду бассейн потому что было правда очень жарко собрался идти и не дошел потому что полил ливень просто невозможно было плавать ливень прошел на улице очень свежо и надо идти домой и не хочется я не хочу зиму но за такую вот зову июнь июль очень жаркие были месяцы когда там просто 40 градусная жара стоит и вентилятор не спасает кондиционер это очень дорого тем более но как бы снижение потребления электроэнергии там магазинам даже кстати сказали что нужно снижать где вчера читал новость это и министерство энергетики как-то так называется отчиталось что типа очень классно в этом за месяц за первые числа августа удалось снизить потребление электроэнергии что там на 4 или на 5 процентов ну и такие там довольны и ты-ты-ты-ты-ты и журналисты писать скорее всего это связано с тем что люди прошли просто ушли в отпускат ну по факту так и есть август это сезон отпусков когда вся испания просто уходит в отпуском но большая часть испанцев предприятие уходят отдыхать ну как бы вот вот получается закортили потребление электроэнергии на вот эти вот пять процентов вот этот пасон на обрыв вот и опасновато конечно ходить пришел на обрыв так вот ну тем более скользко кстати так вот радоваться то особо чему потому что вы не хотя снизили потребление электроэнергии не знаю чего ждать зимой как мы будем и что вот но кондиционер иметь этот реально дорого потому что счета за свет приходят такие что страшно но они не приходят в ящик почтовый они приходят на почту и вот когда почтовые почта приходит до готовишь ндс написано просто боишься открыть посмотреть какие счета но за последнюю месяц за июль пришел счет всего на 70 евро просто 70 евро счет за как на энергии а предыдущие месяцы за месяц приходила примерно по 100 евро 110 когда вы или месяц ну короче эконом не экономно у тебя минимум 70 евро придет счет как бы при том что бойлер например ты там не включаешь днем у меня такой тариф что например ночью электричество стоит дешевле и ты реально ставишь стирку в 10 вечера там еще какие-то вещи то что мотает много электроэнергии ты прям как бы делаешь ночью потому что днем это не выгодно вот тут где-то я слышал что якобы в испании хотят запретить пользоваться ночью светом я немножко не понял эту новость я не нашел и не прочитал это такой слух прошелся непонятно для меня откуда что кто это вообще сказано вот поэтому нужно почитать узнать мне кажется это очень странная такая новость что значит ночью не пользоваться светом или или это по моему было для магазинов для коммерческих точек или как офисов так далее чтобы ночью выключали все затенило новые вывески чтобы потребление электроэнергии было минимальным но у меня другой вопрос например почему испания не может построить электроэлектростанции солнечные тут солнечного света ну как бы не знаю 665 дней в году 320 точно солнечных дней это прям вот 300 300 это прям вот уже вот прям вот если из пальца высасывать 300 а так мне кажется все 320 поэтому можно строить солнечные электростанции и вообще не париться за бревня не понять куда не понять зачем это выбираться отсюда прям свежесть лесная обалдеть мне очень нравится я ходил вот там поднялся наверх чуть повыше и иду полные тапки поймал камень не удобно идти все буду выбираться потихоньку можем с вами спуститься пройтись я вам покажу кстати вот этот крутой спуск который прошлый раз говорил видео так мне надо спуститься вот туда вот здесь если пойти не прямо я прошлый раз пошел прямо и вышел на дорогу можно пойти вниз по тропинке и короче посмотрите насколько крутой склон очень сильно крутой вид отсюда потрясающе открывается просто бомбичный мне кажется сейчас я иду немножко прохладно становится 26 градусов ветерок дует вот этот склон крутой не знаю стоит по нему спускаться вниз он прям очень крутой вниз туда идет можно следовать вот здесь пройти можно там спуститься там какая-то тропинка есть короче спускаемся по вот этой вот крутой тропинке и выходим получается на дорожку которая ведет к пляжу вот этого логическому к собой дыре все подскользнуться можно и покатиться туда вниз короче такое опасно сейчас там более после дождя скользко либо вот здесь пойти либо вот как бы срезая здесь менее опасно хотя тут тоже по вот этим иголкам наверно подскользнешься и просто вниз покатишься так не укатиться пахнет пахнет мне сразу шишек захотелось знаете вот кедровых все что пахнет этими шишками кедровыми очень вкусно запах прям приятный свежий кстати напоминает камина дорондо дорога вот где я тоже снимал видео гулял по там остался я уходил по-моему она здесь не идет она начинается в другом месте или может здесь тоже есть надо посмотреть откуда она берет свое начало вот этот зарпак именно дорондо но она ведет до франции пахнет летом когда траву жгут ну здесь тебя гулять ой смотрите отсюда тоже красиво открывается потрясающе мне кажется идем дальше я думаю просто великолепного цвета где-то есть такой импровизированный балкончик где можно встать посмотреть ну видимо где встают вот эти вот извращенцы из бинокля не смотрят на пляж ну где они не на пляж смотрят короче вот такая получается крутая гора вниз спускаешься и она еще не закончилась там еще вниз идет дорога вот это там провидим его на балкончик а здесь сыростью пахнет просто вот идешь запахи абсолютно разные где сыростью где кедровыми орехами это сабоадея пляж нудистский пляж вот видите он разделен на две части ну как бы условно тут типа загорают голые а вот здесь загорают одетые ну как видите не все раздетые здесь загорают ну короче мне кажется красиво он прыгает в воду я думаю где можно было попрыгать сказать вот вот сюда можно пойти попрыгать отлично я буду знать что что такое ну просто видите пошел в тапках и нагреб песка они наверно припарковались вот там наверху пошли туда наверх хотя я бы предпочел пойти наверно не здесь ведь я сам так и иду здесь а предпочел бы пойти там по асфальтированной дороге там полегче чуть-чуть подниматься чем здесь вот тут все таки по склон по жестче и с подвалом воняет видимо не просыхает земля потому что очень все так и закрыто получается тропинка и воняет вот там подвалом папоротник растет я как раз сдох надо взять папоротник там кстати внизу мимоза растет я тоже снимал видео по весне еще ходил по мутере или в марте вот эта точка где снимали анчартед вот здесь какой пляж это санта клатильда видна такой ботанический сад получается смешанный аромат просто идешь сейчас кем-то зоопарком запахло как кукол валеру с лесами интересный контраст там наверху пахло вот там видимо больше преобладают эти лиственные дадим деревья нет как они правильно называются хвойные хвой это же хвоя там преобладают хвойные растения деревья ну вот собственно вот туда вниз это будет пляж саводей тут указатель плая плая де фанальс муссео делимар санта крестин а это вот если сюда пойти на санта крестина не понял где указатель что там пляж санта крестина ведет указатель аксобода и нет так мы с вами погуляли немного по лесу я наконец вышел выдохнул потому что сейчас на за неделю очень сильно устал очень сильно устал сил никаких нет хочется упасть лежать и не вставать буду идти домой отдыхать вернее как отдыхать убираться буду идти домой надо убираться готовить встречать гостей все увидимся пишите свои вопросы комментарии обязательно оставляйте лайки спасибо большое за лайки не забывайте подписаться на мой канал от дождя ничего не осталось солнце светит видите видно что кое-что привезли магазинчики что это деревом свежим вот а вот здесь я поднимался наверх а спустился в другой стороне получается в общем буду идти это рассказал совсем хорошего дня увидимся всем пока пока хороших выходных